Владимир Орлов Бубновый валет Милостивые судари и сударыни, спешу выразить вам признательность за то, что вы, согласившись с потерей или даже с проигрышем времени, решились познакомиться с историей, о которой я принялся теперь рассказывать. Очень может быть, что интерес к ней у вас тотчас и увянет, хотя бы из-за несовершенств рассказчика. Но вдруг, пусть и одного любопытствующего, она увлечет вглубь себя. И того будет довольна. Для меня эта история началась летним днем 1960 года. В холле шестого этажа у выхода на парадную лестницу редакционного здания меня остановил Глеб Ахметев. «И тебя, говорят, КВ одарил фарфоровым изделием». «Одарил», — нахмурился я. «Четырех уже убили, и ты туда же». «Каких это еще четырех?» Ахметев назвал «убиенных». Фамилии двух из них я услышал впервые. По какой причине и как их убили, было мне неведомо. Двух других я знал, но одна из них сама отравилась уксусом, второй же мой знакомец весной повесился. «Не ты ли, Глеб, и убивал?» «Не способен, Вася». «Не способен», — вздохнул Ахметев. «А жаль». «Жаль». «Способен лишь поднести ко рту ореховую трубку». Он и поднес ко рту трубку, если верить молве, Федоровскую. «А при чем тут фарфоровое изделие?» «Существует предположение», — сказал Ахметев, — «событийная связь». «Но не ожидал я, что именно ты, Василий, отправишься к КВ унижаться, сознавая, что поход твой толку не даст». Слова Ахметева вызвали у меня недоумение и обиду. «Ему ли, благополучному гордецу, воспалявшему в иных зависть, попрекать меня, да еще и в месте почти публичном, пусть сейчас пустынном, но где в любую секунду могли возникнуть спешащие по делам слушатели?» «Я раб низкий», — сказал я тихо, «а обстоятельства заставляют меня усмирять гордыню». Ахметев промолчал, вкушал капитанский табак. Стоял метрах в десяти от меня надменный, бледноликий, вновь вызывавший у меня мысли отчего-то об удрученном Чаедаеве или о печальном байроновском Манфреде. Агутин говорил, встал Глеб в позицию Шатабриана. Но знал ли Агутин что-либо о Шатабриане? У редакционных уборщиц Ахметев имел прозвище «Барин», однако нездешним уборщицам он был обязан этим прозвищем. «Не позволишь ли ты мне взглянуть на подарок КВ?» — спросил Ахметев. «Я его выбросил», — буркнул я. «Напрасно ты не хочешь мне его показать», — сказал Ахметев. «Я бы его рассмотрел, дал бы тебе совет и, возможно, уберег бы от неприятностей». «Сам себя уберегу». «Глеб Аскольдович! Глеб Аскольдович!» — выкрикнула из коридора секретарша Ахметева Лиза. «Вас к телефону, срочно!» «Меня нет», — сказал Ахметев. «Я на улице Хмельницкого». «Это из канцелярии Климента Ефремовича!» Лиза появилась в холле. «Для этой свиньи меня тем более нет», — брезгливо произнес Ахметев. Горло и кадык его дернулись, будто мысли о свинье и его канцелярии могли сейчас же вызвать рвоту Глеба Аскольдовича. «Но как же, как же!» — взмахнула руками Лиза. «Там ведь малые сроки!» «Ну ладно», — бросил с досадой Ахметев и двинулся вслед за Лизой к омерзительным для него общением с бывшим первым маршалом. «Мне же отослал на ходу. Не забывай! Четырех уже убили. А я поднялся на седьмой этаж к себе в бюро проверки». Ахметев на глазу? «Мне опять, гер ну ладно», — россия!